друзья доброе утро мы еще в луганске сегодня у нас суббота сейчас часов наверно 9 уже пол десятого где-то так иду по магазинам по своим делам и решил немножко поснимать как видите снежок опять пошел пока у нас где-то минус один на ноле температура короче говоря еще пока морозится и снег хочу не тает вечеру друзья обещают плюс 3 или плюс 5 так что опять это все растает и превратится в кашу как раз когда я пойду на празднование сейчас хочу прогуляться в сити-центр центральный для вас поснимать посмотрим правда конечно туда бы чуть попозже у нас немного дел поэтому идем с утра грязи летели конечно вот это вот с таянием последующем уже конечно порядком поднадоело ничего скоро уже март осталось только дождаться видите сто девяносто седьмой с утреца уже едет надо будет как-то на них покататься эти час утра чистенький но люди уже какое-то количество на улице все-таки есть он на аптеке часы но ничего там неправильно показывает здесь бары не работают чудо очень ближе к центральному рынку видите тем больше людей вон гуси лг уже работает кто-то может позавтракать уже пошел а вот старые маршрутки видите еще 133 155 но рыночек работает маленький раньше с детства здесь покупали семечки и сигареты сигареты помню по штучно продавали а семечки стаканами а семечки стаканами до больших автобусов много смотрю идут один за одним и по всем центральным направлениям а потом пойдем в сети центр а потом пойдем в сети центр а видите уже он на дороге снег начал таять собственно ну в обед уже будет плюс через пару часов я пошел пораньше чуть чтоб не совсем по слякоти но свадьба да в такие нелегкие времена люди все равно еще свадьба играют ну эти 155 опять едет вон маленький маршрут после этого ну что сейчас идем на центральный вход заодно чуть-чуть погреемся так рукавички не стал брать чтоб камеру удобнее нести было о тепленько хорошо обмен валют ну тут ювелирки много на входе разные ну как и было в принципе друзья сколько я здесь полтора года два года назад я снимал ничего особо не изменилось может правда вывески на магазинах поменялись а так по моему то же самое что там пойдем вниз заглянем мне кажется закрытый абсолютно скорее всего да вообще полностью закрыт не работает что там будет непонятно пока у нас только вот матрешка и спар больше ничего нету здесь рядом спар поэтому конкуренция не знаю что там будет наверное что-то будет но видите наверх вот экскаваторы работают наверх прокатимся видите еще утро еще людей немного но уже кто-то есть ну что тут магазины одежды всякой и детской и взрослой короче ничего особо друзья здесь не изменилось ну может кстати чуть больше магазинов стало чем раньше смотрю что пустых модулей практически нету ну короче как все торговые центры все кто-то ходит гуляет кто-то действительно что-то покупает у нас раньше бокам зачет сюда что ли не переехали найдем вниз но здесь мелочевка всякая ну короче друзья вывод такой что в принципе по сравнению с тем что было два года назад больше стало магазинов больше товара короче говоря как то то есть немножко вроде улучшилось но абсолют видите закрылся я уже говорил абсолют закрылся из-за того что хозяева на украине были сейчас непонятно где они поэтому они все это дело я не знаю как у них забрали или продали короче абсолюты сейчас превращается в другие магазины мы с вами идем по автомобильной парковке идем сейчас сити-центр ну здесь машин всегда много потому что там дальше у нас идет центральный рынок ну и плюс кто-то приезжает сюда в сити-центр центральный кто-то работает кто-то за покупками так друзья мои пока сити-центр закрыт прогуляемся с вами по рынку а после 10 тогда пойдем туда мне сейчас нужно кое-что купить куплю а потом тогда пойдем туда как раз 10 часов будет но сейчас где-то полчаса осталось до открытия ну видите людей достаточно на рынке то мне все рассказывают что луганских людей нет все такое вот здесь самые дешевые ряды здесь полуопт опт здесь все дешевле и хостовары и лампочки и рыбка здесь большой магазин там рыбка дешевая ну короче моющая чистящая здесь самая дешевая вот это все что есть правда она здесь сейчас тоже нифига не дешевая по сравнению с в россии пошла россия акции есть здесь никаких акций нету не знаю смотрите цены может вот видно в принципе так хотел одеколон посмотреть ничего не вижу все есть друзья только вопрос цены ну здесь вот в этой теме вот видите бытовой химии всякой а есть вот такие всякие сковородки чайники или вот здесь вот допустим кондитерские изделия конфетки все такое здесь вот постельные ну это короче бывшие гаражи хлебзавода это все территория хлебзавода большая и сейчас лампочки надо купить здесь лампочки самые дешевые здесь видите уже продукты пошли кетчуп майонез макароны здесь вот тоже печеньки и конфетки хороший вот этот ларечек у них здесь все самое вкусное и свежее я здесь у них постоянно печеньки покупаю раньше покупал вернее ну ладно мы сейчас пойдем сначала лампочки купим поэтому пойдем сюда за вкусняшками здесь вот эти ведра всякий пластик пошел а в этом ларке вот ручки дешевые такая всякая вон и скотчи и чайники миксеры и вот у них лампочки здесь так ну что купил я маме мармеладок и печенек купил пару лампочек идем друзья дальше друг заказал купить набор для солянки ну что-то я в одном месте где брал всегда не нашел сейчас пойдем еще одно место зайдем посмотрим есть там или нет туда пойдем фирменный магазин луганских деликатесов там посмотрим здесь еще рынок идет часть еще модулей закрыты сейчас зима поэтому кто-то позже открывается кто-то может вообще отдыхает какой-то день вот здесь тоже много лампочек но здесь лампочки дороже здесь видите бытовая всякая техника сковородки так а нам надо вот сюда что-то я не вижу набора для солянки большой выбор колбасы сосисы хорошее место тоже для солянки нету тоже дальше вон печеньки пошли ну и спуск туда вниз сейчас пойдем с вами вернемся назад зайдем в фирменный магазин может там что-то есть блин друзья уже вроде начало теплеть теплеть и опять вот эта холодина да неприятно видите люди за чебуреками стоят в очереди да чебуречки на рынке поесть с беляшами с пирожочками милое дело там дальше хороший магазин сейчас может зайдем тоже пирожочков поедем я еще не завтракал с утра конечно не самый лучший завтрак но все же вот фирменный магазин много здесь всего колбаски сейчас у них спросим ну обычно они их и делают эти наборы но они не всегда бывают здесь вот короче очень много вот я хочу чтоб приехала это в ростовскую область вот это все у них очень вкусные полуфабрикаты вот здесь мяско пошло а он курочки жарятся видите вкуснятина так сейчас пойдем спросим их наборы для солянки так ну что друзья мои вышли бы деликатесов луганских сейчас я покажу что я купил он купил наборы для соляночки 320 рублей килограмм вот такие вот что-то в ростовской области какие не знаю не продают я как езжу меня друг все время попросят их купить потом купил вот пельмени луганские деликатесы фирменные друзья самые вкусные обалденные пельмени а вообще друзья все кто в луганске будет вот я вам советую попробовать продукцию луганских деликатесов в частности пельмени колбасу и все ну все вкусное прикольное и блинчики у них и другие полуфабрикаты ну короче для каждого найдется свое так мы сейчас с вами пойдем наверно пирожков поедим сколько у нас время о время почти почти 10 часов сейчас вот как раз пирожков поедим еще надо мне сардели купить и пойдем сити-центр пирожки смотрите картошка печенка 40 чебурек 60 ну и так далее друзья вот такой беляшик за 70 рублей вкусненький тепленький и вот такой вот вот такой вот пирожок с картошкой за 40 ну цены чуть подросли но друзья все дорожает так друзья мои назад вернулся купил сарделик ветчинных 395 рублей килограмм но сегодня народу видите много сейчас наверх зайдем сверху посмотрим и пойдем в сити-центр что-то вот на 23 февраля мало было сегодня прям полно но сегодня суббота ну дело в том что может куда я работал ну уже видите повеселее и мясо много-много так что друзья вот как-то так ладно идем сити-центр так друзья 10 часов мы идем в сити-центр ну вернее уже минут 15 он уже открылся работает ой свет горит везде и магазины пооткрывались спортивная какая-то одежда 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 будет бытовая техника ну не все модули работают ну большая часть работает одеколоны одеколоны часы опять одежда да так ну давайте пойдем спар спустимся а потом еще куда-нибудь наверх поднимемся на верхних этажах посмотрим вот mac store apple iphone вся фигня все работает все продается но ценники конечно а ну вот есть бэушные даже телефоны есть наверное там дальше и новые это чехлы интересно телефон ничего все айфоны все друзья бэушные ну наверно под заказ могут привести но там ценник будет конский хотя может и есть какие-нибудь типа спецприглажения где ценник будет более-менее адекватный не знаю тяжело сказать едем в спар так друзья вот у нас кассы пошли ну видите уже люди есть хотя еще довольно таки раннее утро относительно конечно для праздников спаре мы уже с вами не первый раз до этого бывали ну давайте сначала зайдем в овощной отдел сейчас здесь вот вот сразу он прям на входе посмотрим что у нас здесь есть помидорчики огурчики друзья ну цены подороже чем в россии явно рублей на сто наверное на пятьдесят все дороже конечно в этом плане овощи в россии ценник гораздо друзья будет поприятней а так вот сами смотрите в принципе на паузу ставьте специально для вас снимаю вон цель уже кока-кола виднеется в холодильнике который в россии давно нет а здесь что у нас вон и ананасы видите есть и апельсины и яблочки вот бананы да вдалеке вот так яблоки яблоки пойдемте бананы посмотрим я сразу чуть не посмотрел сколько они стоят так бананы сто пятьдесят что-то там рублей ох друзья вот это жесть вообще хотя им цена обычно в районе рублей ну шестидесяти семидесяти там ну восьмидесяти ладно идем дальше давайте посмотрим что у нас здесь сразу видно море кока-колы фанта спрайт ёшкин ты матрешки санкцион очка на что любимое оба тадам красота сдохла у меня батарейка на камере поменял на другую короче белорусская видите кока-кола фанта пепси то есть здесь санкции у нас не соблюдаются здесь пиво слабоалкоголка все то же самое вот такой левенбраун можно рублей за 60 до 70 купить в россии по акции большой выбор пива и так далее есть и свое водичка местные вообще конечно интересно наржан и сим-таки всякое такое пошло ну все подорожало все подорожало но она подорожала давайте посмотрим алкоголь алкоголь ну да все стало 300 400 рублей короче как в россии вот как все подорожало все подорожало да друзья раньше возили что-то отсюда сейчас смысла нет сейчас в россии по акции можно дешевле купить все это дело но тоже вам видите большой выбор всяких не спаре этот спар наверно самый крупный в луганске так что милости просим здесь я думаю каждый что-то найдет для себя а здесь вот можно салатиками подкрепиться так нам наверно хлеба надо взять у них вот есть хлеб своей выпечки большой выбор а вот лучановский кстати вот этот классный тостовый хлеб не хуже не хуже того хлеба даже наверно лучше которая ютинский но увидите 620 грамм 52 рубля и он еще темный он бывает так мы наверное кирпичик возьмем вот этот попробуй ни разу я в них не ела пушка куры дрель 340 всякие соусы к ним шашлычок 780 рублей за килограмм плов 235 рублей за килограмм винигрид видите винигрид дешевый кстати цена интересна две цены указано что это значит если 100 грамм или больше брать ну короче здесь вот у них одна из лучших кулинарий здесь вкусняшек можно набрать если неохота готовить то можно все что хотите купить друзья зависит наверно в плане еды самое крутое ну пошла у нас вот колбаска ну это то же самое что в луганских деликатесах ну деликатесах наверное подешевле может будет не знаю ну тоже вот кстати папа может сейчас появился сыр и цены ну друзья вот как то так здесь вообще дешевле практически 700 рублей ну 600 690 680 дешевле сыра нет вот кстати вот этот сыр мольбер вкусный раньше был 500 рублей на рынке сейчас 875 даже икра есть не кабачковая красная таранка таранка это у нас веленая рыба называется копченая рыба так мясно вот мясно я здесь бывает что-то покупаю и на холодильче добро большой выбор ведь и фарши у них вот всяких вот смотрите лопатка 360 в гипермаркете магните она 250 270 на карачка 220 товарищи филе вот видите с кожицей 300 рублей еще наверное на кости куры 169 маман вчера по ствол 27 или 125 или в магните в пятерочке взяла так что вот такие друзья цены улбасеевич ой московская 1700 вообще что-то вообще очумели житомирская 1293 да что-то цены пипец луганские деликатесы колбаса подорожала ну правда вот есть видите и этот янакиевский мясокомбинов начали возить панфазан тоже колбаска вкусная друзья но не дешевая она и раньше было это не дешевая салим крысская венеция венеция 1446 а была 1300 чем-то не но здесь вообще она дороже ну короче плюс-минус чуть-чуть подорожала ну матрешки колбаса дешевле чем здесь ты вообще матрешка сама по себе чуть подешевле вот и еще дешевле это только в морей ну или на рынке на смотреть вот друзья молочки российской не хватает белорусскую возят но она полу нормализована все а наши нормальные молочки нету более-менее нормальная днровская добрыня молочка но она тоже все нормализованы ну и йогурты в косе которые в россии 30 50 рублей видите они здесь все 60-70 ну все короче дороже яйца но яйца кстати чуть дешевле 63 рубля там порядка 70 рублей вот единственно опять же добрынявские йогурты 400 грамм 72 рубля но это здесь можно найти дешевле опять из парни самый дешевый но зато если вы сюда приедете вы здесь купите все шоу все что нужно вот тут все можно найти сейчас посмотрим кстати раньше горчица была у них мягкая последнее время че-то я и не вижу только крепкая почему-то перестали ее делать вот так видите майонезы те же самые что и в россии макеев слободай провансаль макмай вот единственный денеровский бренд они делают там много чего но самое знаете что смешное что здесь вот этих всяких кетчупов и других приправ вообще воды вот этих российских брендов больше разновидности чем в этих магнитах и пятерочках вот они там 34 вида возят и все а здесь нить какая батарея не знаю чем не поворотливости и вода то же самое если хочешь попробовать какую-нибудь вкусную новую черноголовку или фрукмотив новый то здесь он обязательно будет там нет он кстати тоже молоко фаблоу фабрикатов но здесь и деликатесы луганские и не только эти креветки из креветки 740 728 900 разные короче говоря а здесь и грибочки ну короче если кто-то что-то хочет готовить друзья то приезжайте здесь вы все найдете он работает вам до 10 часов в принципе ну так честно говоря номенклатура по сравнению с тем что было два года назад особо не изменилось единственно цена масло ведь 130 рублей а в пятерочке красная цена до 90 рублей такое масло стоит многие там скажут они по на плохое друзья но практически все одинаковое не считая там всякое оливковое масло так далее так давайте посмотрим что тут макаронные изделия ну разные вот 40 ну короче в районе 50 рублей до 70 выше а вот есть по 40 рублей какие-то мука мука ну мука вот наша подешевле 2 килограмма 60 рублей вот как то так ну тоже так рис друзья рис гречка речка по 80 рублей рублей ну гречка чуть опустилась то с ума сходили с ней а рис ну тоже вот по 85 ну короче с крупами нормально ценник нормальный принципе как россии плюс-минус конечно хотя там по моему сейчас речку можно и дешевле уже купить консервы много-много разных консервах у консервов везде подорожали и в россии и нас и здесь соответственно ну и большой выбор приправ друзья гляньте сколько приправ короче хороший супермаркет но не дешевый но зато здесь принципе найти можно что угодно кофе большой выбор что тут у нас еще чай и кстати интересные какие-то бренды я таких не знаю даже ну тэш понятно вот курт из друзья фикс прайсе по 79 рублей а я чем видите 120 вот как то так так ладно друзья что идем тогда на выход принципе по сравнению с тем что было по номенклатуре по всему по качеству магазин остался на уровне как и был весна цены ну цены везде у нас подросли особенно когда ндс добавился а так милости просим особенно если по готовому что-то салатики так далее друзья то вам именно сюда так друзья едем наверх ну получается короче говоря друзья основное что здесь люди жалуются знаете это что горит цены дороже чем в россии а зарплата ниже но я надеюсь что все таки это как-то выравняется так придется по улице обходить видите в этот выход они почему-то закрыли здесь раньше был проход туда но сегодня все закрыто сейчас по улице обойдем а нет вот есть выход тоже походу закрытый сейчас по улице обойдем и пойдем по самому сети центру погуляем кстати погода изменилась видите уже снег весь растаял уже плюс уже все все тает так мужчин друзья зашло из другого входа центрального уже наверх поднимаемся свернул я на лестницу хотя по идее сегодня эскалаторы тоже должны работать ну ничего зарядочка заходим наверх посмотрим что тут у нас люди есть магазины работают парфюмерия ну я кстати смотрю что у вас наверное даже здесь может будет какая-то санкционка брендовая в россии нет самое что смешно ну правда ценник конечно будет наверное конский ну на каждый товар есть свой покупатель костюмы мужские свитерки огнем аман все время со свитерами пристает надо и сказать чтоб сюда сходила посмотрела тоже украшение всякие вообще кстати если вы смотрели мои видео самый прикольный торговый центр я считаю все таки это аврора который вот в районе таксопарка автовокзала он самый современный самый прикольный а ну и южноград тоже прикольный это тоже неплохой но здесь он больше как знаете как магазин 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 там все-таки как-то больше есть всяких лавочек вместе посидеть фонтанчик там и так далее здесь этого всего практически нету эскалатор работает только наверх ну короче говоря друзья в луганске жизнь продолжается но сильно не изменилось то за два года вот сколько я не снимал я как раз практически ровно два года назад здесь был я не помню перед новым годом или после нового года но единственное что мне кажется побольше стало магазинов чем было мне кажется прошлый раз было больше модулей нерабочих косметика всякая женская одежда обувь женская Катрин короче друзья здесь вполне возможно есть санкционка так что приезжайте так это может вами на третьем этаже на четвертом то по моему для детей развлекательный сейчас пойдем глянем последний этаж короче пока родители гуляют тут по торговому центру здесь детишки могут отдохнуть ну здесь вот и детский магазин собственно говоря там вот кафешка да ничего друзья не изменилось за два года ну а здесь для детей тракцион ну а здесь магазин вот так и живем вот так и живем ну что друзья будем заканчивать на сегодняшнее видео прогулялись наверное путешествие по Луганску завтра уже ехать домой сегодня вечером у нас встреча выпускников будем отмечать не знаю что это будут снимать но вряд ли буду выкладывать так друзья в заключении что вам сказать короче говоря цены подросли людей стало больше магазинов всего стало больше ну все подорожало люди конечно надеются на то что цены все таки начнут как-то стабилизироваться может российские начнут какие-то магазины бренды заходить ну и плюс надеяться что все таки уровень заработных плат выровняется потому что у чиновников уже и у служащих всяких поднимают а так конечно участников это все друзья посложнее так что ну вот как то так друзья всем спасибо за просмотр давайте друзья до новых встреч пока 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 пока